Всем привет! По многочисленным просьбам снимаю такое видео о прикорме. Я проконсультировалась у четырех педиатров, обсмотрела, наверное, много-много передач на тему эту и, естественно, читала разные статьи, что в журналах, что в интернете. И пришла к такому выводу, как мне вводить прикорм моему малышу. Каждая мама сама знает, есть материнский инстинкт, и она понимает, когда вводить, как вводить. И это зависит от малыша, потому что кому-то надо вводить с овощей, кому-то с каш, ну а фрукт это просто, мне кажется, десерт. Итак, расскажу, как было у нас. Первое, что я сделала, я завела пищевой дневник. Для чего? Для того, чтобы контролировать реакцию ребенка на определенные продукты. Там я записывала дату, что я ввела, и реакцию малыша, и в каком количестве. После того, как я завела дневник, я поехала в магазин и купила посуду. Естественно, в магазине было масса разнообразной посуды, разных ложечек, тарелочек. Я купила, сняла на эту тему видео, кстати, оставляю ссылочку. И вы знаете, меня девочки как бы поправляли по поводу того, что тарелочки я купила неправильные. Потому что они на дне с рисунком, и когда будет горячая пища, то может быть этот рисунок будет выделять какие-то не очень хорошие компоненты. Я не рискнула давать малышу с этих тарелочек, хотя понимаю, что пюре оно не горячее, но все равно. Поэтому я дома взяла просто такую стеклянную тарелочку, такую вазочку, да, и купила ложечку. Ложечка это, я уже, если честно, не помню, вот, ну, если пройдете по ссылочке, там есть вся эта посуда. Ложечка мне это очень понравилось, для первого прикорма она вообще идеальная. Здесь пол чайной ложки, вот в этой ложке маленькой. И получается, что если надо начинать вводить прикорм с одной чайной ложки пюре или каши, то вы даете этой ложечке две. Когда лучше всего вводить прикорм? Конечно, специалисты рекомендуют вводить прикорм с шести месяцев. Мы начали кушать в пять месяцев и три недели. Почему? Сейчас расскажу, почему. Можно вводить прикорм, когда ребенок интересуется пищей со стола, то есть взрослой пищей. Значит, он уже готов. Также, когда у него появляются зубки, то есть это уже говорит сама природа о том, что да, уже можно. Ну и, конечно же, когда ребенок начинает самостоятельно сидеть. С какого продукта лучше вводить прикорм? После того, как вас осмотрит педиатр, он может дать рекомендацию. Почему? Потому что если ребенок искусственник, и он хорошо набирает вес, то можно с овощей. Если, например, ребенок кушает мамину грудь, то он может не добирать, например, в весе. Ну, бывает такое довольно часто. Также я все это как бы читала, то есть у меня нет у знакомых такого, поэтому я точно не могу сказать. Вот. То, конечно, начинают они с каши, чтобы ребеночек набрал вес. Мы начали с овощей. Начала я с цветной капусты. Как это происходило, можете посмотреть. Вся семья собралась? Вот. Ну что, Дема, я прям боюсь тебя кормить, зайка. А ты так готов, готов, давай, попробуем. Скажи, мама, я сама ешь свою цветную капустыню, яблочко, например. Ну, давай. Ты готов или нет? Ты должен глотать, Дема. Девочки, по-моему, он не готов. Ну, давай, давай, пробуй. Кузьма, она невкусная, она совсем никакая. А рот открывает, открывает маленький ротик. Да, а глотать не научился. А кто кашу обратно вот эту вот цветную выплевывает? Ну что, ну что, улыбаха, день второй. Да? Мы опять будем есть цветную капусту? Опять? Сегодня две ложки. Две ложки Дема будет кушать, да, Демушка? Дема? А ну? Плеваться не будешь? А ну? А-а-а, нравится. Или еще не распробовал? Ну, Демушка. Давай, давай. Ой, все, распробовал. Распробовал, Демушка. И все, все, опять вошел. Турбина включилась, да? Включилась турбина. Ой, как вкусно. Как вкусно. Это такая гадость, если честно. Он только проснулся, еще не может понять, что происходит вообще. Да, Демка? Ротик, ротик открываем. Открываем, Ротик. Дема, ты туда клади, клади. Ты давай не заговаривайся. О, встает. Ой, какой ты классный. Ой, как вкусненько. Как вкусненько. Кстати, мы вчера поели цветную капусту, и сегодня он покакал. В общем, сходил в туалет желтеньким. И вернул цветную капусту в хорошем виде. Значит, цветная капуста нам подходит. И будем продолжать ее есть. Высыпаний никаких нету. Живот не болел. Поэтому я еще дней 5 буду давать цветную капусту, увеличивая ее в объеме. Потом попробую брокколи. А потом можно будет совместить брокколи и цветную капусту. И потом хочу дать еще картошку. Тоже картошку буду давать сначала отдельно. Просто картошку дней 5. А потом точно так же. Уже можно будет ее соединить с цветной капустой или с брокколи. Да, Демка? Демидушка, мамин. Все съел. Какой ты молодец. Все две ложки съел. Мы почти все съели, но он, по-моему, разошелся и ему мало. Смотрите, что он творит. Ой, мама, да еще. Что ж ты мне даешь пустую ложку? Ну нет уже, Дема, уже хватит. Давай, давай. Ой, да вот так, вот так. А шапка? Что у нас с шапкой? Водить прикорм, конечно, лучше всего с ложечки. Одной маленькой чайной ложечки. И это должно быть утро. Почему утро? Потому что вы тогда видите реакцию ребенка. Это может быть высыпание, это может быть расстройство желудка. Ну вот, начала я давать цветную капусту. И давала я ее с увеличением. То есть первый день это одна ложечка. Второй день это две ложечки. Третий день три ложечки. И так до увеличения до семи дней. Следующее у нас было брокколи. Брокколи я вводила точно так же. Одна ложечка и так же. Потом можно смешивать эти продукты. То есть цветную капусту и брокколи можно мешать. И так вот вы знакомите своего малыша с продуктами сначала по одному. Это картошка отдельно, например. Там кабачок отдельно. А потом можно уже все это миксовать. Почему сразу, например, нельзя отдать овощное пюре из ассорти? Когда у ребенка будет какая-то реакция, я так же говорю, да, или высыпание, или какое-то расстройство желудка, или может быть его будет пучить, то вы не поймете на какой продукт. Поэтому мы вводим постепенно с одного продукта, чтобы понимать, какой продукт ему подходит, а какой нет. И немаловажный фактор – это когда нельзя вводить прикорм. Нельзя вводить прикорм, когда у малыша есть какое-то высыпание на теле. Ни в коем случае. Так же, если вы собираетесь делать вакцинацию. И когда у малыша есть расстройство желудка. Тоже ни в коем случае. Почему я своему малышу начала вводить прикорм именно с овощей? Объясню. Мой малыш хорошо набирает веси и рекомендации специалиста, то тогда лучше вводить прикорм с овощей. Это первое. Второе. Именно фрукты желательно давать уже ближе к 8 месяцам. И это должен быть как десерт. Потому что у фруктов есть фруктоза, сладковатый вкус будет. И малыш может отказаться от овощей или от каши. И приходится тогда мамам добавлять, например, в кашу что-то из фруктов, для того, чтобы малыш хотел кушать кашку. Сейчас моему малышу 6 месяцев и почти 3 недели. И что мы кушали за это время? Мы кушали цветную капусту, брокколи, пастернак, морковку, картошку. Все эти продукты мы попробовали. И вот сейчас скоро я уже начну отваривать ему овощные отвары, а потом уже давать такие вот как бы овощное пюре уже полностью с этими продуктами. Также я ему варю компотики из фруктов. Но фруктов это яблочко, добавляю туда изюм. Могу добавить сухую грушу еще. Еще можно просто давать отвар. Отвар изюма. Что мы кушали из фруктов? Только яблоко. И то яблоко я отваривала. Первый раз, когда отварила, я дала ему пюре. Он кушал с удовольствием, естественно. Следующий раз, я когда отваривала яблоко, я уже просто кусочек положила в Нибблер. И он тоже с удовольствием его смаковал. Эту водичку, в котором варилась яблочко, я ему тоже давала уже с бутылочки, чтобы он ее пил. Потому что воду мой малыш пить категорически не хочет. Еще я даю своему малышу чай. Хип, это может быть с ромашкой, это может быть с фенхелем. Но он тоже не очень любит этот чай. Но приходится его обманывать и перед кормлением за полчаса, когда он такой чуть-чуть уже голодненький, я все-таки ему даю этот чай. Вот такая вот у нас маленькая история прикорма. Конечно, в дальнейшем я буду давать ему и йогурт, и творожок, и буду отваривать ему супы уже совсем-совсем скоро. Потом в дальнейшем пойдет и мяско. Но это будет уже другое видео. Спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, что видео было полезным и интересным. Подписывайтесь на мой канал. Также есть в Инстаграме. И до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok